Радио Крымреалии. Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте Крымреалии. В 8.30 утра и в 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 100,7 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать. Радио Крымреалии. 926. Жители материковой Украины. 044-490-2905. Поехали. Тема дня. Президент Петр Порошенко призвал чтить украинское наследие в связи с 200-летием художника Ивана Айвазовского. В эти дни, 200 лет назад, в Феодосии родился выдающийся художник Иван Айвазовский. Почтим наше наследие. Написал он на своей страничке в Facebook. У представителей российской власти, в том числе и в Крыму, это вызвало неоднозначную реакцию. Однако юбилей художника заставляет вспомнить о судьбе значительной части его произведений, оставшейся в аннексированном Крыму. Кому принадлежит наследие Айвазовского? И может ли Украина вернуть полот на себе? Мы будем обсуждать ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег. Крым в центре внимания Очень рад приветствовать вас, Сергей Валерьевич Иванович, Ангел мой. Приглашаю гостей на наше торжество. Дамы и господа, прошу, проходите. Феодосийскую картинную галерею имени Айвазовского на празднование 200-летия живописца приехал подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов. На экспозиции были представлены известные произведения мариниста. Но коллекция Крымской галереи за время аннексии Крыма соседней России стала меньше. Картины Айвазовского нелегально вывозят из Крымского музея в музеи соседней России, сообщил искусствовед и заслуженный художник Украины Алексей Рогодченко. Тем временем директора галереи Татьяну Гайдук местные власти наградили медалью. Год назад подконтрольный Кремлю министр культуры полуострова Арина Новосельская рассказала, что из Феодосийской галереи в московскую Третьяковку были переданы 38 картин Айвазовского, 10 живописных работ художника и 28 рисунков. Поскольку галерея находится на территории Крыма, Министерство культуры Украины выразило протест. Ведомство заявило о нарушении статьи 5-й Гаагской конвенции от 1954 года, которая запрещает вывозить ценности с оккупированных территорий. Замгенерального директора Московской галереи Татьяна Карпова заявила, что не понимает, почему нужно было договариваться с украинской стороной о перемещении художественных произведений. Мы ничего не отняли ни у Феодосии, ни у Украины. Мы только привнесли. Это достаточно обычная практика, когда мы берем какие-то картины из музеев. Ну что же делать? Мы очень жалеем, что отношения сейчас таковые, и мы не можем брать работы из украинских музеев. Картинная галерея Ивана Айвазовского находится в Феодосии. До российской аннексии коллекция насчитывала 417 полотен художника и его учеников. Айвазовский – один из самых дорогих мастеров в мире. Очередной рекорд цены для картин «Мариниста» был побит 5 лет назад. Тогда на торгах сот без полотно «Вид Константинополя» и «Босфорского залива» ушло с молотка за более чем 3 миллиона фунтов стерлингов. Снежана Старовицкая, Крымреалии. Крым в центре внимания. Пресс-секретарь Российского министерства культуры Ирина Казначеева так прокомментировала слова украинского президента о наследии Айвазовского. Давайте ее послушаем. Мнение. Приятно удивлены, что президент Украины Петр Порошенко все время пропагандирует русскую классику. То Александра Сергеевича Пушкина с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым продекламирует, то прорусского художника с армянскими корнями Ивана Константиновича Айвазовского вспомнит. Мнение. Свою точку зрения на принадлежность наследия художника высказала и старший научный сотрудник, собственно, Феодосийской галереи Айвазовского Ольга Гутман. Точка зрения. Некоторое время тому назад, когда вышел новый учебник истории искусств Украины, то там и Боровиковский значился украинским художником, Тропинин и так далее. В момент, когда Крым принадлежал Украине, Айвазовский тоже стал украинским художником. Но, конечно, Айвазовский учился в Петербургской академии художеств и воспитывался в традициях русской живописной школы. Считаю абсолютно правильным назвать его русским художником. Точка зрения. И мы возвращаемся в студию радио Крымреали. И с нами на связи Марьяна Кружкова, научный сотрудник Киевского музея русского искусства. Марьяна, доброе утро. Я вас поздравляю с национальным статусом. И вот сейчас мы говорим в связи с днем рождения Ивана Айвазовского и внезапно возникшим, ну, в принципе, довольно ожидаемым, конечно, спором вокруг того, кому принадлежит его наследие. Вот мы слышали, что президент Петр Порошенко говорит о том, что это наследие наше, и надо его чтить. Ну, а секретарь Министерства культуры России и сотрудники музея Айвазовского говорят, что правильно называть его русским художником. Вот хотелось бы услышать вашу точку зрения. Как вы предлагаете разрешить этот спор? Ну, я думаю, что действительно существует такое понятие, как русская школа изобразительного искусства. К ней относятся практически все те художники, которые заканчивали Академию, начиная с 1757 года до 1917. То есть от этих художников независимо от их национальной, то есть этнической, религиозной принадлежности, это были и польские патриоты, и арнамские патриоты, и украинские патриоты, кстати, Боровиковский, который так не научился хорошо говорить на русском языке. И, конечно, имел очень глубокие украинские корни. Но если мы говорим об их принадлежности к школе, западноевропейской, украинской, которая пока что будет формироваться позже, или русской, то, конечно, это русская школа живописи. Но если мы будем говорить о наследии Ивана Константиновича Айвазовского, и, в частности, вот Феодосийской картины и галереи, то, конечно, если мы будем говорить о его наследии как музея, вот для Украины это, конечно, прежде всего украинское наследие, потому что Украина, и, в частности, наш музей, огромные потратил усилия и знания наши, и опыт, и помощь в создании картийной галереи. И, собственно, 70 лет это была Украина, и первый директор музея Феодосийского, выдающийся исследователь творчества Айвазовского, Барсамов, который имел очень тесные связи с нашим музеем, и наши сотрудники помогали в создании этого музея, формировании его как музейной коллекции, реставраторы нашей национальной, реставрационной мастерской, то, конечно, нам странно это все слышать, хотя, конечно, позиция России ясна, которая для нас неприемлема. Скажем так, если мы будем говорить о музейном наследии творчества Айвазовского, а если говорить о его принадлежности к той или иной школе, ну, во-первых, я бы сказала, что у него не просто армянские корни, а это армянский художник, вот, это по духу своему, по мировосприятию, конечно, был, конечно, человек, который принадлежал анамскому народу, но если говорить о его школе, то, конечно, это русская школа изобразительного искусства. Большое вам спасибо. Большое вам спасибо за ваше мнение. Оно было очень важным для нас. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Марьяна Кружкова, научный сотрудник теперь уже национальной галереи. И мы возвращаем, мы продолжаем работу радио Крымреали, и с нами на связи Тамара Мазур, заместитель министра культуры Украины. Тамара, доброе утро. Доброго ранга. Итак, мы сегодня говорим о том, что в связи с 200-летием Ивана Айвазовского и празднованием этого не только в Крыму, но и в Украине возник такой спор заочный между украинским президентом Петром Порошенко и российскими чиновниками и научными сотрудниками, которые говорят, что это на самом деле русский художник, и зря Украина на него, простите, за грубость раскатывает губу. Вот хотелось бы, хотелось бы узнать у вас. Министерство культуры Украины будет предпринимать какие-нибудь шаги, ну, скажем так, не только и не столько такого теоретического характера, сколько практического для спасения того наследия Ивана Айвазовского, которое осталось в аннексированном Крыму. Есть ли какие-нибудь сведения о судьбе картины, которые перевезены из художественной галереи в Феодосию в Третьяковскую галерею в Москве? Есть ли какие-нибудь подвижки в разговорах, ну, там, в переговорах с ЮНЕСКО по поводу статуса памятников Крыма? Вот, пожалуйста. На самом деле, Министерство культуры занимается вопросами картины Ивазовского еще с прошлого года, и достаточно активно затримали, акцентировали внимание в том же ЮНЕСКО на заседаниях ее рабочих органов про ситуацию, которая справилась с этими картинами. Это было и в вересне прошлого года. И мы напомнили, что в травне этого года, на заседании 5-го, то есть, подвижного комитета Конвенции 70-го года, про то, что такие дии России относительно культурных ценностей Украины являются грубым порушением международного законодательства, и кто-то должен за это отвечать. Но, на жаль, ситуация, которая сегодня есть в Украине, она является особовой, и международной практикой реагирования на подобные случаи так же практически не существует. Фактически мы ее сегодня вырабатываем. Единственное, что мы можем делать, это фиксировать каждый вид порушения, каждый факт порушения на международном уровне, и потом через судовую систему, международную судовую систему, обеспечить сбытки, которые заданы нашему государству, и требовать повернение украинских культурных ценностей, в частности, через систему Интерпол, что нам так же делается, и картина Айвазовского, и всех других, известных нам випадков перемещения культурных ценностей на территории Росейской Федерации. Ну и, снова же таки, это единственный механизм, которым мы можем послуговывать, чтобы заявить на весь свят, что это картины наши, и при будь-якому виявлении за межами Росейской Федерации они будут затриманы, и требовать через систему Интерпола повернение этих картин с территории Росейской Федерации в Украину. Наразі, если говорить про картины Айвазовского, они из выставки в Москве переезжали на выставку в Санкт-Петербург, несмотря на то, что представник Росії в ЮНЕСКО минулого року говорил и заявляв ответственно про то, что эти картины по завершению выставки в Москве повернувся назад в Пеодосию. То есть, даже тут Россия сбрехала перед международной организацией и не дотримала своего слова. Есть ли какие-нибудь, бывали ли какие-нибудь прецеденты, когда из территории Украины, в том числе, не обязательно оккупированного Крыма, вы можете убить из материковой Украины какие-то ценности, вывозили в другие музеи, а потом не возвращали из-за каких-либо обстоятельств, кроме известного скифского золота в Амстердаме, про которое мы все знаем? Хорошо. А если теперь возвращаясь к скифскому золоту, есть ли какие-нибудь у вас новые сведения о том, когда наконец закончится рассмотрение российской апелляции и украинское культурное наследие будет возвращено на материковую Украину? Ну, насправді, я неуполноважна коментувати ці питання, тому що ними займається між відомляча робоча група Міністерства юстиції. Наразі та інформація, яка є, це те, що справа перебуває в стаді апелляції, і на сьогоднішній день якісь прогнози мы не робимо. Понятно. І последний к вам вопрос, если можна коротко. Недавно в российских СМІ прошла інформація о том, що ЮНЕСКО прекратила собирати сведения о кримських пам'ятниках от российской сторони или даже вообще прервала всякі связи з властями полуострова. Так ли це на самом деле? Или здесь какое-то недопонімання со стороны журналистів? Ні, насправді це була заява російського постсреда на останній сесії Комітету всесвітної спадщини в Кракові. Він дійсно сказав, що ЮНЕСКО не приймає від Росії інформацію, що до стану збереження об'єктів культурної спадщини на території Криму. І це, до речі, дуже гарна новина для України. Це те, за що ми довгий час боролися, оскільки об'єкти українські і ЮНЕСКО, відповідно до вимог конвенції міжнародних правил, повинна стримати інформацію тільки від тієї країни, яка є власником об'єкту, яка вносила цей об'єкт у список. Це означає, що на сьогоднішній день офіційною стороною, з якого спілкується ЮНЕСКО відносимо кримських цінностей, є саме Україна цієї країни. Большое вам спасибо за ваше мнение. Оно було важним для нас. Напомню, з нашим слушателем, що з нами на связі була Тамара Мазур, заміститель міністра культури України. Це Радио Крим Реалі. Звоніть нам по бесплатному номеру телефона 8-800-10-06-926, якщо ви нам в Криму, і 0-44-490-2905, якщо ви на материковой Україні. Ми продовжимо через несколько секунд. Каждый будний день ведущая Радио Крим Реалі інформирует крымчан о самых важных событиях на полуострове і в мире. Возвращаемся в студию Радио Крим Реалі. Але це треба зробити. Возвращаемся в студию Радио Крим Реалі. 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 создали. И, в общем, это будет первый вопрос, потом продолжим. Ну, тут, скорее всего, нужно сказать, что этой границы не существует. Если право собственности или право титула у таких потомков есть, тогда они, конечно же, имеют возможность управлять имуществом, управлять картинами. Если же его нет, тогда только добрая воля государств, которые, или музеи, которые владеют картинами, если такие музеи или государства согласятся предоставить объекты для выставки, тогда такая выставка будет организована. Соответственно, в данном случае только воля тех музеев, которые владеют картинами Айвазовского, может помочь повлиять на то, что выставка в Австралии будет организована. А к вопросу теперь о самой законности подобной выставки. То есть, пока картины перемещаются внутри границ Российской Федерации, которая не признает Крым оккупированным и поэтому не хочет признавать положение ГАГской конвенции о запрещении вывоза культурных ценностей, это один вопрос. Но перевозка этих картин феодосийских, в первую очередь феодосийских, конечно, в Австралию, нет ли здесь какого-нибудь действенного механизма, который говорит о том, что это незаконно на самом деле? Вы говорили о выставке Айвазовского в принципе, а не выставке Айвазовского из фондов крымских музеев. Поэтому я отвечал в общем-то на этот вопрос. Выставка может быть организована, но картины должны быть не из крымских музеев. Есть в Украине и в других музеях, скажем, в Одесском музее. Поэтому если этот вопрос уже и говорить исключительно о той коллекции, которая находилась в крымских музеях, тогда, конечно, это большая проблема организации выставки в Австралии. И только Украина уполномочена разрешать или не вывоз картин с оккупированной территорией. И вы правильно отметили, что Россия не признает статус Крыма как оккупированной территории. Это, собственно, не влияет на сам статус его, как это признает международное сообщество, как это признает Украина. Этот статус все же в соответствии с международным гуманитарным правом статус оккупированной территории. И с оккупированной территорией вывоз культурного наследия, в том числе картин, возможен только тогда, когда страна, которой территория в оригинале, даёт своё разрешение на вывоз. И такой вывоз звонится исключительно с целью защиты объектов, а не с целью проведения выставок. Поэтому Украине нет основы не давать разрешение на подобный вывод, и без разрешения Украины легально ни одна страна не может ввести это наследие к себе даже для организации образовательной выставки, даже если речь идёт о организации выставки потомков великого художника. Понятно. А если посмотреть на вопрос чуть шире, то есть, если я вас правильно понял, вы говорите, что вне Российской Федерации по международному праву это будет невозможно, соответственно, будут ли какие-нибудь механизмы, есть ли какие-нибудь механизмы Украины для того, чтобы повлиять на российскую сторону в вопросе возвращения культурного наследия, хотя бы даже из Москвы и Санкт-Петербурга? Или пока, к сожалению, украинская сторона бессильна? Ну, международное право, в принципе, это право, которое предполагает самопомощь, так называемую, то есть, когда государства сами через сотрудничество, через переговоры решают конфликты, которые между ними возникают. В исключительных случаях это, конечно, аддюдикация, то есть решение через международных судебных институциях, но в данном случае это не вариант для Украины, потому что ни один суд не владеет юридикцией по таким вопросам, вопросам вывода культурного наследия. Поэтому единственное, что остается Украине, это, конечно, переговоры, но переговоры в данном случае обречены на неуспех. Дело в том, что Россия не отойдет, скорее всего, от своей позиции о непризнании статуса Крыма как оккупированной территории и будет настаивать на так называемой сецессии, то есть присоединение к Российской Федерации. Украина, в свою очередь, будет настаивать на том, что Крым – это оккупированная территория. И все переговоры по возвращению культурного наследия будут упираться в этот вопрос. Российская Федерация просто будет говорить о том, что вы неправильно трактуете объективные обстоятельства, которые имели меня. Конвенция Агарская с 1954 года, конечно же, предусматривает возможность таких переговоров, предусматривает учреждение комиссии, которое бы решало вопросы о перемещении культурного наследия с оккупированной территорией. Такая комиссия не создана, насколько мне известно, и, честно говоря, ее создание, как и любые переговоры в рамках нее, выглядят очень сомнительными из-за того, что стороны по-разному трактуют объективные обстоятельства. А вот, позвольте, я тут уточню, вы высказали одну весьма примечательную мысль о том, что никакие суды не уполномочены международно или не имеют юрисдикции рассматривать эти вопросы. Хотя вот буквально в последнее время международное правосудие буквально завалено исками от Украины по отношению к России. То ли за поддержку терроризма, то ли за дискриминацию национальных меньшинств, то ли вот теперь за Керченский мост. Отдельно я знаю, что судятся компании украинские, которые потеряли имущество в Крыму. А вот вы говорите, что за культуру судиться нельзя. Почему? Опять же таки, это особенность международного права. Судиться можно только по тем вопросам, которые стороны изначально определили, как такие, которые могут быть вынесены перед международным судом определенным. Если говорить о процессе в международном суде организации Биандернации, о котором вы упомянули, то есть всего несколько конвенций, где Россия согласилась передавать споры в этот суд. Сейчас это конвенция о запрещении расовой дискриминации, и это конвенция о запрещении финансирования терроризма, по которым Украина и возбудила процессы. Если говорить о Керченском мосте, то речь идет о так называемом отхок-трибунале в рамках конвенции ООН по морскому праву. И опять же таки, это та конвенция, которая предполагает обязательное определение форума для судебного форума, или альбитражного форума для разрешения споров. Поэтому там было возможно. В других же случаях, в случаях, не предусмотренных, прямо предусмотренных международными соглашениями, судиться нет возможности. И должны задействоваться другие механизмы мирного разрешения споров. Переговоры, консультации, любые другие варианты, но не судебное разрешение непосредственно. Понятно. И последний вопрос, даже уже не вопрос, а уточнение. То есть, если я вас правильно понял, что вы думаете, что перспектив мирного разрешения на переговорах вопроса о картинах Айвазовского или другом наследии материальном из оккупированного Крыма не предвидится? Я считаю просто, что этот вопрос всегда будет подпишаться в разную квалификацию событий в Крыму. По крайней мере, если исходить из сегодняшних политических реалий. И из-за этого переговоры далеко не продвинутся. Они могут быть начаты. Они, собственно, были начаты и по вопросу терроризма, и по вопросу расовой дискриминации. Но они не могут продвинуться из-за того, что по-разному оценивают те события, которые произошли в Крыму в марте 2014-го. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Оно было важным для нас. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Дмитрий Коваль, эксперт по вопросам культурного наследия, доцент кафедры международного права и международных отношений Национального университета Одесская юридическая академия. Мы говорили о наследии Ивана Айвазовского, которому недавно исполнилось 200 лет, и о споре между Украиной и Россией из-за него. Но ни в коем случае не переключайтесь. После короткого выпуска новостей мы вернемся и продолжим наш эфир. Редактор субтитров А.Семкин